Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Надеюсь, и другими руководителями исходят именно из этих источников. Постановка в окоп, вождение и стрельба. Учение мотострелков на незнакомом полигоне. Майка, номер и чип. Сегодня начали выдавать стартовые пакеты участников забега по новому аэропорту. Семерка – это дата, когда мы с мужем познакомились. Он будет болельщиком. Кудряшов, Ерохин, Полос и Бухаров. В заявке сборной России на Кубок Конфедерации четыре футболиста Ростова. Особенное детство. Так названа художественная выставка детей с ограничениями здоровья. Он был нарисован случайно, потому что мне просто подарили варежки и захотелось их как-то изобразить. Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект Шухевича, а круизный лайнер оскорбить не успели. Судно «Генерал Ватутин», наделавшее массу шума в СМИ и соцсетях своими перемещениями, сегодня пришло в ростовский порт. Чего только не писали о его маневрах. Якобы теплоход шел в Одессу, но вдруг изменил курс и чуть ли не сбежал из Украины в Россию. Но оказалось, лайнер просто перепродан российской дочке сейшельской компании и идет по новому месту назначения. И, кстати, не под украинским знаменем, а под флагом Белиза. Сейчас генерал Ватутин проходит таможенный контроль в ростовском порту и после смены флага на российский отправится на судоремонтный завод «Ваксай». А со следующего года станет возить туристов в речных круизах по России. Представители телеканалов, газет, радио, интернет-агентств выставили сегодня свои стенды в Дон-экспо-центре и презентовали себя на втором форуме средств массовой информации «Южная медиасфера». Участие в форуме принял и губернатор. Камеры включены, микрофоны настроены, до прямого эфира считанные секунды. Трансляцию на телеканале «Дон-24» увидят жители всего региона. Телевизионное чудо происходит не в специальных съемочных павильонах, а прямо на площадках форума. Студию здесь развернули сотрудники информационного холдинга «Дон-Медиа». В эту большую семью входят газета «Молот», агентство новостей, радиостанция «ФМ на Дону» и наша телекомпания. О достижениях всех этих СМИ рассказывают гостям форума. Рассказать есть о чем. У нас выросла аудитория телевизионная, у нас выросла аудитория родильная, у нас растет тираж подписной, что очень немаловажно. Можно, конечно, взять газету, бесплатно распространить, но когда люди ее выписывают, это говорит о доверии. Более 150 средств массовой информации ЮФО принимает участие в форуме. Здесь не только электронные и печатные СМИ, но еще и пресс-службы, полиграфические предприятия, вузы. Дискутируют о будущем у отрасли, обсуждают проблемы. Информация о последних событиях всегда будет интересна людям, говорит губернатор и отмечает. Сам начинает день просмотром новостей. Полистать наши средства массовой информации, газеты, получить из самых разных источников, что является злободневной новостью, о чем говорят больше, что беспокоит людей. И часто многие решения, принимаемые мною, надеясь и другими руководителями, исходят именно из этих источников. Так что мы будем с вами продолжать сотрудничать в этом же духе, это нужно. Высоко оценил сотрудничество четвертой власти с властью законодательной и председатель ЗАГСобрания. Благодарны вам, когда вы поднимаете проблему на поверхность, ставите ее перед обществом и перед органами власти, а также когда предлагаете пути решения. Лучших журналистов отметили наградами. Почетные грамоты и благодарности вручил губернатор, председатель Донского парламента и ростовский градоначальник. Среди награжденных корреспондент нашего телеканала Юлия Карасюк. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Новая система орошения запущена в Мартыновском районе. Она поможет давать лучший урожай полям Мартыновского и Пролетарского районов на площади больше 2000 гектаров. Этот инвест-проект группой компании АФГ «Националь» на полмиллиарда рублей воплощен при поддержке областного правительства. Поэтому символическую пусковую кнопку нажали руководитель агродивизиона холдинга и министр сельского хозяйства. С пуском новой системы областной план развития мелиорации выполнен больше, чем наполовину. Планируется, что урожайность озимой пшеницы на Поливе уже в этом году вырастет вдвое – до 60 центнеров с гектара. А в 2018-м можно ждать всех 70. Качество зерна улучшится, а себестоимость озимых снизится на треть. К тому же орошение позволит выращивать на Дону сою. Полномочия трех депутатов досрочно прекратили сегодня на внеочередном заседании Донского Заксобрания. Александр Скрябин и Владимир Сакилариус перешли на работу в городскую администрацию Ростова. Первый стал первым замом градоначальника, второй – заместителем по вопросам ЖКХ. А председатель комитета Заксобрания по местному самоуправлению Сергей Бездольный избран заместителем председателя контрольно-счетной палаты области. Многие наши коллеги-депутаты перешли работать в администрацию города. Как вы знаете, в сентябре прошлого года несколько депутатов законодательного собрания избрались в Государственную Думу и у нас все время на протяжении последнего года существенно обновляется кадровый состав законодательного собрания. Также сегодня депутаты внесли изменения в областные законы о передаче и уточнении характеристик имущества сельских поселений. Производственный бизнес нужно поддержать микрозаймами, причем длинными на несколько лет и недорогими под невысокий процент. Такие возможности обсуждают участники проходящего в Ростове Южно-Российского микрофинансового форума. В мае губернатор принял решение выделить из областного бюджета 180 миллионов рублей для предоставления производственникам льготных займов. Теперь нужно определиться, как предприниматель может получить помощь. Это производственный сектор, это сектор переработки сельхозпродукции, то ставка таких льготных кредитов для малого бизнеса в этих сферах, в производственной сфере сельхоз, не должна превышать 7% годовых на 3 года. Сумма 3 миллиона рублей. Такого практически сегодня в регионах нет. Это такой новый толчок, новое направление совершенно. 1 мая утверждена в правительство специальная дорожная карта по совершенствованию деятельности регионального агентства поддержки предпринимательства. И сейчас мы начинаем работать. На сегодня в регионе помимо крупного Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства работают 12 муниципальных микрофинансовых организаций. И одна из важных задач этого форума – объединить их в новую ассоциацию некоммерческих микрофинансовых организаций ДОНА. Во-первых, объединение позволит нам объединить наши усилия в решении вопросов, связанных с регулятором. Во-вторых, мы сможем объединить усилия в части привлечения денежных средств. Третье – это мы можем наладить совместно те бизнес-процессы, которые нас интересуют. Условия вступления микрофинансовых организаций в ассоциацию пока на стадии обсуждения. Больницам Волгодонска не хватает персонала и оборудования. К такому выводу пришли депутаты гордомы после рабочей поездки по медучреждениям. В первую очередь, проинспектировали детскую поликлинику на Советской улице. Дефицит врачей здесь не первый год. И такая же ситуация в детской горбольнице на Горьково. Без врача, без профессионала лечить невозможно. Поэтому нужно думать о том, как дальше стимулировать приезд сюда профессионалов. Целый комплекс вопросов нужен сегодня по кадровой политике. Занимается управление здравоохранением этим вопросом. Я думаю, что мы их в этом вопросе тоже будем поддерживать. Еще одна проблема – недостаточное оснащение. Работники медучреждений жалуются, не хватает компьютеров, нет сплит-систем. В детской поликлинике на Гагарина даже не работают лифты. В этом году мы уже провели обследование лифтов, получили заключение, согласно которому они подлежат капитальному ремонту первой замене. Сейчас у нас стоит вопрос о разработке профессиональной документации, потом включение в программу мы хотим в доступную среду, потому что лифты нужны. Свои предложения по улучшению ситуации депутаты подготовят к следующему заседанию Гордумы. Великий Октябрь на взгляд Русской Православной Церкви. РПЦ стала инициатором сегодняшней торжественной встречи депутатов областного парламента с митрополитом Ростовским и Новочеркасским, на которой вспомнили события революции 1917 года. Цель беседы – извлечь уроки из тех переломных событий для дальнейшего бесконфликтного взаимодействия государства и церкви. «Самый главный урок, который мы должны извлечь, заключается в том, что насилие не может быть инструментом развития, не может позитивно влиять на жизнь людей. И те проблемы, которые существуют в обществе, волнуют наших сограждан, безусловно, должны решаться мирным способом». По мнению участников встречи, их взаимодействие необходимо для воспитания молодежи, защиты малоимущих, развития волонтерской деятельности. И подчеркнули, на Дону отношения власти и церкви выстраиваются в полном соответствии Конституции светского государства. Церковь имеет право выражать мнение, обращать пожелания и просьбы в адрес государственной власти, как это делают десятки иных социальных коллективов, профессиональных сообществ и общественных объединений. Для законотворческой деятельности церковь является обратным адресатом, а ее многочисленное паство – это избиратели. Законодатели и священники планируют вместе решать вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также развивать культуру и традиции Дона. Такие встречи, возможно, станут традиционными. Смотрите дальше в выпуске. Постановка в окоп, вождение и стрельба – учение мотострелков на незнакомом полигоне. Майка, номер и чип сегодня начали выдавать стартовые пакеты участников забега по новому аэропорту. Семерка – это дата, когда мы с мужем познакомились, он футболистиком. Кудряшов, Ерохин, Полос и Бухаров. В заявке сборной России на Кубок Конфедерации четыре футболиста Ростова. Особенное детство – так названа художественная выставка детей с ограничениями здоровья. Он был нарисован случайно, потому что мне просто подарили варежки и захотелось их как-то изобразить. Атаки условных, незаконных вооруженных формирований отбили мотострелки 150-й дивизии. Причем не на родном Кадамовском полигоне под Новочеркасском, а на незнакомом Волгоградской области. На учениях водители танков и БМП тренировали вождение и постановку машин в окоп. С расстояния 50 метров это нужно сделать не более чем за пять минут – поставить и выехать передним и задним ходом. А бойцы отработали стрельбы из автомата и переход в атаку. Также мотострелки выполнили нормативы по топографической, инженерной и разведывательной подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Для проверки боеготовности соединения были подняты по тревоге. Майка, номер и специальный чип для фиксирования показанного времени. Сегодня началась выдача стартовых пакетов участников уникального забега. 10 июня они первыми до самолетов разбегутся по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта. Сначала бежать, потом летать. 62-летний Александр Выставной – один из тех, кто первым опробует взлетно-посадочную полосу Платова. Он выбрал среднюю дистанцию, символическую – 3 километра 600 метров. Именно такова длина взлетки нового аэропорта. Получил медицинский допуск, стартовый пакет и готов к забегу. Бегаю всю сознательную жизнь, поэтому решил пробежать. Получила набор бегуна, еще больше воодушевилась Вера Чикарина. Ей достался счастливый номер. Семерка – это дата, когда мы с мужем познакомились. Он будет болельщиком. Болеть за всех, конечно, но в первую очередь за меня. За 13? Чертова дюжина. Мы не верим в это. В очередь выстроились и воспитанники областного училища Олимпийского резерва. Эти ребята хорошо подготовлены и уверяют, пробежать самую короткую. С трех дистанций, два километра, им совсем не трудно. Регистрация участников забега уже закрыта. Теперь есть два дня на то, чтобы получить стартовые номера. Их раздают в павильоне Чемпионата мира по футболу, установленном у входа в Ростовский парк Горького. К этой майке обязательно полагается стартовый номер, на котором будет вшит чип. Соответственно, участник будет точно знать время, за которое он пробежал свою дистанцию. Дистанция у нас тоже уникальная. Это два километра, в общем, такая средняя беговая дистанция. Дистанция, фирменная наша дистанция, 3 километра 600 метров. Это длина взлетно-посадочной полосы. И полумарафонская дистанция 21 километр. Зарегистрироваться на забег успели 1970 человек. Возраст участников не ограничен. Самому младшему 16. Старший разменял восьмой десяток. Во-первых, это уникальная возможность. На территорию взлетной полосы после запуска аэропорта можно будет попасть только в качестве пассажира, либо в самолете, либо в автобусе. Цель – показать нашу готовность, что уже за год до чемпионата мира мы имеем практически готовую инфраструктуру. Забег начнется в 10 утра субботы. Акция будет всероссийской. Побегут спортсмены-физкультурники из 32 регионов страны. На финише все они получат медали с гравировкой показанного во времени. А победители – кубки из рук губернатора. Инна Панфилова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Детский полевой лагерь «Будущее России» открыт на базе спасательного центра МЧС у поселка Рассвет. В этом году он стал международным. Помимо дончан, калининградцев, тюменцев сюда приехали подростки из Сербии и Донбасса. Всего 17 команд. Они будут неделю жить в палатках, тренироваться и соревноваться. Здесь проверяется и отрабатывается умение выйти из экстремальной ситуации. Выжить в дикой природе, спастись в огне и на воде оказать первую помощь. Подростки проходят полосу препятствий и становятся пожарными. Учатся обращаться с оружием и стрелять. Организаторы полевого лагеря «Спасатели» уверены, что такие тренировки развивают подростков физически, воспитывают патриотический дух и убеждают вести здоровый образ жизни. За портфель «Пятерок» подарки от АЭС. Впервые для детей работников Ростовской атомной электростанции устроили поощрительный праздник «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок». Для награждения собрали 69 отличников и 7 хорошистов-старшеклассников. То, что школьник набрал полный портфель «Пятерок», подтверждает значок. А шары расскажут об этом, разлетевшись после награждения по всему городу. Весь год трудились, старались и награды за это приятны. Я отлично закончила весь год. Первый класс и второй. Приятно, радостно, что тебя награждает. Я хорошо учусь и люблю школу. Организаторы надеются, что этот проект станет ежегодным и увеличит число отличников. Четыре футболиста Ростова попали в окончательную заявку сборной России на Кубок Конфедерации. В число 23 игроков главный тренер Станислав Черчесов включил защитника Федора Кудряшова, полузащитника Александра Ерохина и нападающих Дмитрия Полоза и Александра Бухарова. Кубок Конфедерации пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе с нашей командой сыграют чемпион Океании Новая Зеландия, чемпион Европы Португалия и чемпион Северной Центральной Америки Мексика. А завтра россияне сыграют последний перед турниром товарищеский матч с командой Чили, которая, кстати, тоже приедет на Кубок в качестве чемпиона Южной Америки. Особенная выставка в зале областного союза художников. Ее составили работы детей с ограничениями здоровья. Рисование дается им иногда с большим трудом. Они видят мир по-своему и эта точка зрения не менее интересна, а в чем-то даже более важна, чем обычная. Так учат рисовать тех, кто не слышит Георгий Юришан, автор и руководитель выставки. Ее идея пришла два года назад, когда художник начал преподавать глухим детям. Оказалось, что желающих участвовать в конкурсе настолько много, что работы пришлось предварительно отбирать. Сюда попали только призеры – 60 лучших картин со всей области. Дети рисуют, как хотят или как могут. Вот такая синяя птица получилась у 12-летнего Ильи. Здесь его нет. У мальчика ДЦП в тяжелой форме. Он не говорит, не ходит и даже не сидит с рождения. А свой авангардный рисунок писал пальцами ног. Те цвета, которые выбирает сам ребенок или советует педагог, и расположение их композиционное, говорят о том, что это все-таки есть художественная настоящая составляющая в этой работе. Поэтому она и отбиралась. У самой маленькой участницы выставки – 7-летней Ксении Немчиной – врожденный порог сердца. Два года назад пришлось установить кардиостимулятор, ведь мотор жизни выдавал всего 50 ударов в минуту, а в детском активном возрасте должно быть 90. Способности девочки к рисованию заметила мама-художник. Я просто от нее не прятала краски, и она рисовала. Аня Димитренко видит себя героем мультфильма и мечтает стать мультипликатором. Рисовала автопортрет в образе героя придуманного мультика «Приключения на юге». Его имя Диана собрала из начальных букв своей фамилии и имени. Он был нарисован случайно, потому что мне просто подарили варежки, и захотелось их как-то изобразить. И у них у каждого свой мир по-своему. И они всегда пытаются стать частью нашего мира, такими, как мы. Но, к сожалению, нам никогда не стать, не понять их мир, никогда не попасть в него. Аутисты пытаются понять окружающий мир и передать свое цветоощущение. Так Маша Глушенко видит весну. А вот Леша Ляхов любит осень – собирать листья, гулять по желтеющему лесу. А все потому, что это время года ассоциируется с праздником 1 сентября и прогулками с родным человеком. Я гуляю на улице и хожу все время. И вместе с папой для осени гуляем мы. Главное, что они все прекрасно понимают, что оценивают профессионалы. И вот эта оценка, это признание им очень приятно. Уместить все лучшие работы не позволило пространство выставочного зала. Поэтому их напечатали в каталоге. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24. Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова